Одинцово и волейбол неразрывно связаны. В этом году исполняется 40 лет знаменитой «Искре». И тут годы, но неизменной остается любовь к этому виду спорта. Вчерашние спортсмены сегодня передают опыт подрастающему поколению. Тренерский состав Одинцовской детской школы Олимпийского резерва по-настоящему звездный. Здесь работают в хорошем смысле слова фанаты своего дела. Ну, здесь у нас очень квалифицированные тренеры, потому что одни из лучших в Московской области. Три тренера работают с группами девочек и один тренер с группами мальчиков. Я могу сказать, что, допустим, в прошлом году на первенстве Московской области среди восьми возрастов наша спортивная школа четыре места заняла первые и три места были просто в призах. В 2017 году в развитии детского волейбола произошел настоящий рывок. По программе губернатора был построен физкультурно-оздоровительный комплекс, три профессиональных волейбольных площадки, новое оборудование, ежедневные тренировки. Все это стало залогом успешного выступления Одинцовских волейболистов на областных и всероссийских соревнованиях. Наш зал, он соответствует всем требованиям волейбола. Высокие потолки, достаточно места и для разбега, и для подач. И имеем возможность тренироваться уже не в то время, когда нам, допустим, в школах предоставляли, а уже в то, которое мы хотим. И, соответственно, все это дало результат. Помимо официальных соревнований, которые мы участвуем на первенстве Московской области, различные турниры, мы у себя здесь на базе нашего спорткомплекса проводим еще открытые первенства Одинцовского района по пяти возрастам. Значит, три возраста представляют девочки и два возраста мальчики. А приглашаем сюда в качестве спарринг-партнеров различные команды из Московской области и из других регионов. В частности, вот с Твери приезжают к нам ребята, девчонки из Москвы приезжают. И из городов Московской области, таких как Коломна, Дмитров, Красногорск. То есть география обширная. Волейбольная семья школы Олимпийского резерва сегодня насчитывает более 300 спортсменов. И каждый из них влюблен в этот вид спорта. Мальчишки и девчонки не представляют своей жизни без ежедневных тренировок, сборов и выездов на чемпионаты. Волейбол – это уже часть моей жизни. Я не могу видеть свой день без того, чтобы не пойти на тренировку. Мне как минимум будет нечего делать. Спорт – это вообще очень важно для поддержания физической формы, как минимум. И волейбол – моя команда, это вторая моя семья. Степан Вартанян в волейбол пришел вслед за старшим братом. Тогда мальчик не подозревал, что именно этот вид спорта перевернет всю его жизнь. Все играли в волейбол. Тогда это национальный вид спорта тоже. Наряду с футболом, с хоккеем. Ну, волейбол тоже в Советском Союзе. Это был очень уважаемый вид спорта, так скажем. Очень уважаемая игра. И очень хорошо, что все-таки я считаю, что весь мир волейбол научили играть мы. Я имею в виду советские волейболисты. Советский волейбол. Школа советского волейбола имела продолжение. И сейчас весь мир играет и наслаждается этой замечательной игрой. Сегодня Степан Николаевич тренер Школы Олимпийского резерва. Каждый день он выводит на площадку своих девчонок и час за часом они оттачивают свое мастерство. Прорабатывают тактику и шлифуют технику. Интересно с ними работать, потому что другое поколение, другое время. И, кстати, многому я у них учусь тоже. И не перестаю учиться. Это нормально. Конечно, хочу передать все то хорошее, что было в нашем волейболе, в нашей жизни. Все-таки, ну, действительно, как-то дети спросили, а сколько лет вы играете в волейбол? Я так, 40, а потом 50, а сейчас уже 55 лет. Поэтому это жизнь, действительно. И, знаете, хотел бы отметить, раз уже о датах и цифрах заговорили, 40-летие «Искры» в этом году. Не могу не подчеркнуть, отметить эту дату. И очень хотелось бы, чтобы ее достойно отпраздновали 40-летие «Искры», создание команды, создание волейбола в Одинцово. Потому что, ну, для Одинцова волейбола это очень много значит. Одинцово, конечно, волейбольный город. Это всем известно. Вот, две команды мастеров базируются здесь. Вот, и это дает определенную рекламу нам. То есть, все равно люди смотрят волейбол. Вот, и, естественно, хотят, ну, знать, есть ли у нас детский волейбол. Соответственно, обращаются к нам. Ведем очень серьезный отбор по общеобразовательным школам. Тренеры ходят, отбирают высокорослых детей, которые в перспективе уже могут показать достойные результаты и на первенстве области, и на первенстве России. И имеют возможность попробовать свои силы в командах мастеров. Несмотря на плотный график, Степан Николаевич продолжает играть теперь уже за ветеранскую сборную России. Кстати, в его составе волейболисты стали чемпионами мира и Олимпийских игр. С самого детства занимаюсь волейболом и до сих пор играю. Играю на уровне чемпионата России, чемпионатов мира, даже Олимпийских игр. По ветеранам, конечно. Конечно, по ветеранам. К сожалению, но за молодых тоже приходится играть. Причем делаю с удовольствием. Это люди, которые и играли раньше, играли на самых серьезных соревнованиях, так скажем, на уровне. И, само собой, любители, которые тоже любили, любят волейбол. И очень-очень хочется реализовать себя, так скажем. В свое время не получилось. В ветеранском возрасте очень хорошо получается. Волейбол – это уникальный вид спорта. Играть на площадке можно в любом возрасте и с любой подготовкой. Главное – найти единомышленников и сплотить свою команду. Уникальность в том, что в отличие от других игр с мячом, в волейболе очень быстро надо принимать решения. Моментально. Моментально. Потому что касание, длительное касание – это уже не волейбол. Это уже баскетбол, пионербол и так далее. И здесь быстрота реакции, мышление, командный дух, само собой. Здесь без этого никак не обойтись. И, знаете, по жизни все равно очень вот эти качества, которые волейбол прививает, очень помогают по жизни. Мы общаемся вне волейбола, мы поддерживаем контакт. На площадке мы собираемся, мы, когда на соревнованиях, мы вечером собираемся, проводим какие-то собрания, обсуждаем. Стараемся на площадке не выплескивать весь негатив, а после игры обсуждать это. И тем самым мы становимся ближе. Капитан первого состава команды «Искра» сегодня мечтает о победах для своих учениц. В каждую тренировку он вкладывает все свои силы и умения, передает опыт и мастерство, учит девчонок побеждать. Я жадный до побед, жадный, честно. В этом сезоне как раз-таки и не все так гладко, в прошлых было получше. Ну, все меняется. Кто-то уходит, кто-то приходит, в сборную забирают девочек. Они взрослеют, тоже заканчивают. Это жизнь и это, знаете, судьба, если так можно сказать, детского тренера. Одинцовские волейболисты – одни из сильнейших в регионе. Сегодня они готовятся к чемпионату России и делают ставку на мастерство и сплоченность. Ведь волейбол – командный вид спорта. Здесь важен каждый игрок.